В Украине объявлена янтарная охота. Вчера в Ровенской области началась масштабная спецоперация Генпрокуратуры, СБУ и МВД, направленная на разоблачение преступной схемы незаконной добычи янтаря. Силовики провели 123 обыска, в результате которых уже задержано 5 человек по подозрению в организации преступной группировки по янтарной добыче. Среди задержанных подполковник службы безопасности Украины, бывшие и действующие сотрудники Министерства внутренних дел, один криминальный авторитет, а также заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик. Во время обыска у Боровика нашли слитки золота, дорогие часы стоимостью примерно в 100 тысяч долларов, деньги и янтарь. Спецоперация получила название Янтарь, готовилась в строжайшей секретности еще с апреля, в ней приняло участие около 400 силовиков. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, это только начало войны с так называемой янтарной мафией. О масштабной нелегальной добыче янтаря в Украине вчера написали на сайте международной телерадиокомпании «Аль Джезира». В материале под названием «Янтарная мафия в Украине» журналист Дэн Пелищук пишет, что ежегодно Украина теряет около 300 тонн янтаря, а янтарная мафия настолько прочна, что бороться с ней украинским властям очень сложно. В то время как Украина изо всех сил пытается избавиться от репутации самой коррумпированной страны Европы, действия украинских чиновников доказывают, насколько сложно обуздать нелегальную торговлю янтарем. Для преступников эта торговля крайне выгодна, но из-за нее государственный бюджет недополучает необходимые ему средства. Журналист приводит слова бывшего старателя Александра Васильева, который говорит, что в среднем в день старатель зарабатывает от 30 долларов. Те же, кто контролирует добычу янтаря, зарабатывают тысячи долларов в день. При этом за возможность работать на помпе копатели платят дань смотрителям от 100 долларов в сутки в зависимости от места. Автор статьи указывает, что изменить ситуацию, процветающую беззаконие в регионе, может лишь изменение украинского законодательства о добыче янтаря и легализация этого бизнеса. Сами старатели тоже хотят работать законно. Об этом говорит и старатель Васильев. Если бы у Ивана была возможность работать легально, а Петр хотел бы продолжать нелегальную деятельность, поверьте, Иван не позволил бы Петру так работать. Но когда ни у Ивана, ни у Петра нет возможности действовать в рамках закона, вот тогда и начинаются проблемы. По разным оценкам, ежегодно в Украине нелегально добывают янтарь на сумму в 200-300 миллионов долларов. По словам старателей, они и дальше будут продолжать добывать янтарь, поскольку в регионе другого заработка нет. Но вот куда будут поступать деньги от добычи? В государственную казну или и дальше оседать в карманах криминалитета? Это зависит от действий украинской власти.